Я одним глазком, я из лучших родительских побуждений. Добрый вечер, сейчас уже заходит солнце. Вы можете слышать стрекотание кузнечиков и немножечко... Жижение комариков. Да, и песенки птиц немножко. Да, вдалеке там собачка лает. А это хотела бы вам показать, уже поднялась наша гречка. И вот уже можно видеть, что пора пропалывать или же надеяться, что и так как-нибудь все вырастет. Да, научились мы выращивать гречку. Точнее, взрастить ее только. Еще время покажет. Но, в общем, мы постигаем для себя, открываем для себя новый мир нашей любимой крупы гречни. Вот так вот выглядит наш участок после того, как он был полностью заросший прием. И вот таким образом мы решили его возделать. А еще у нас есть там вот кот черный. А в этом домике, который у нас называется кошкин дом, есть два маленьких котята. Кошариум. Кошариум, да. И вот это папа их, предположительно. А там мама выглядывает. Нет, выглядывает мелкий. Малой уже вылез. Да. Малой вылез. А мама, в общем-то, не допускала, чтобы папа пошел навстречу с малыми. Но малой такой бойкий, бесстрашный. Уже и второй там вылазит. Вот вот это мы так сделали, чтобы бьюга не задувала в этот домик кошачий. Ой, второй лезет, смотри. Это у нас сегодня мы заснимаем, таким образом, первую вылазку молодого поколения. Двух котиков. Я так еще даже не разобралась, кто там кошка, кто там что. Ну, в общем, боевые котята научились по лесенке скарабкиваться и вылезать уже на свободу. Да, они уже кашу едят с молоком хорошо. Но у нас еще удот прилетел. Вы посмотрите, какая встреча. Малыши. И там еле немножечко сливается, но очень сильно сливается. На углу сидит удот. У них там пара. По-моему, это не удот. А кто? Боже мой, какое оно красивое. В том-то и дело, что очень красивое. Это удот. Нет, это никак. Ну, не знаю, короче. И вот они звуки издают. О, полетел. И это же они там из-за угла выглядывают. Там малые котята, несмышленыши. А здесь взрослые удоды. Кошка залазит уже сам. Подтягивается. Надо же. Ой, как это для нас это новшество. И вот, надо же, удалось заснять. Такую прелесть. И вот удоды там из-за угла выглядывает. А вот мама кошка. Панда мы ее называем. Удоды там сейчас нет. Да, сейчас удод улетел. А по-моему, на бочке там сидит второй. И вот они поглядывают друг на друга. Но панда отворачивается, показывая, что... Вы мне не интересны. У меня у самой вот малыши растут. Так что я на вас нападать не буду. Но в целом она ни разу не охотилась на этих птиц. Она у нас, если не очень хорошо покормлена, то ящериц ест. Крокодилов жрет. Я не раз так пять раз. Пять ящериц ела, да. При мне, пока я здесь. Она так сама почему-то опасается здесь сидеть, охотиться. Вот так не часто я ее здесь вижу. А вот когда я садила, сеяла эту гречку вручную, то она как раз оглядывала, осматривала территорию. И где что зашевелится. Раз, мы бегом туда, и уже в зубах добыча. Ящеречка, вот она высматривает опять же, сидит. А нет, нет. А, да, там малые пошли. Вот. Ну вот я могла бы показать еще, что... У нас будина зацвела. Можно показать, да? Очень пахнет, и мы даже на днях делали, запаривали себе цвет бузины. Есть у меня книга, и я по ней делаю. Вот мы пили чай из бузины. А вот это вот стоит. Да, это наш дом. А вот в огороде стоит телега. Так вот поддерживает нам, наверное, дух дороги. Показывает нам, что дорога нас сюда привела. И вот мы готовы тоже в дорогу куда-то отправиться. По делам. Вот так вот есть небольшие грядочки, там, где у нас зелень пытается расти. Можно немножко показать. Там укропчик поднялся. Лучок вот там дальше, но отсюда не видно. Вот. Ну, так все остальное еще ждет своего часа, поднимается. И вот кукушка закувала. Закукукала. Закуёвнулась. Как-то так сказать. Для семейного счастья хочется передать вам атмосферу радости, счастья, благополучия, присутствия, присутствия Всевышнего всегда с нами. И ощущение этого присутствия, ощущение счастья, которое всегда с нами рядом. Мне хотелось бы поделиться своим счастьем с вами, и чтобы ваши души наполнились счастьем, ваши сердца наполнились любовью. Посмотрите, найдите вокруг себя какой-то уголок природы. И давайте держать этот уголок природы как частичку божественного в своей памяти, в своей душе. И с таким неоценимым, прекрасным багажом ходить к другим людям и ощущать в себе такую бесконечную красоту, совершенство, многогранность, доброты и проявление любви Всевышнего ко всем нам. Ну а сейчас я хотела бы показать вам ещё кое-что красивое из бесконечной копилки божественного. Идёмте? Идёмте?